ЛИГЕ МИРА Махачкалинская Динамо хоть и сменила главного тренера, но остается верно себя. Вот это ошибка Манелов у ворот. Внимание, удар давит Волк. Еще добивание было бы, наверное, доступно Ираклию, но тот не сумел, уже заваливаясь на газон, свои движения скоординировать. Да, какой-то резкий внезапный персональный просчет случился в центре обороны у белоголупых. Волк своевременно вышел из ворот. Багаж, который есть у Клотетта, думается, мне есть еще чему поучиться у этого специалиста Артему Горлову. Ну а другие вещи со стопками пока оставляем. Манелов подача. Ой-ой-ой! Это гол! 1-0! Ну и главный неудачник этого эпизода, опять-таки, к великому сожалению, вот Алиб Алибеков, которым... Да нет, на самом деле у Юсупова мяч отобрали, это был Манелов, слева подача, а вот Алибеков, да, попытался команде помочь выбить мяч с лицевой линии, а в итоге пробил по своим, пробил по штанге, от которой мяч отскочил очень удачно к набежавшему Изапчуку. И тот грудью забил с метра, я так понимаю, что были подозрения у защитников Динамо Махачкалинского на тему того, что Изапчук сыграл рукой. Честно говоря, от меня момент укрылся в шелке Манелову. В атаке торпеда передача левей от Йорди Рейды. Снова несогласованность на Динамо. Внимание, удар вот такой! 2-0! Игорь Лебеденко! Старый добрый Игорь Лебеденко, я бы так сказал. Да, и какая-то очень недобрая линия обороны у Махачкалинского Динамо. При том, что мы привыкли к стройности рядов в этой линии у команды из Дагестана. А сейчас после пропущенного мяча будто бы утратили концентрацию напрочь. Футболисты из Махачкалы. Классная атака и снова одна конкретная проблемная ситуация в центре обороны. Свободен оказался справа Игорь Лебеденко и пробил с очень острого угла. Вообще 13-й номер Динамо. Один из самых, да не то что один, а самый бьющий игрок в атаке у гостевой команды. Расстрел! Внимание! Удар! И третий момент возникает у Махачкалинского Динамо. И третий же момент не реализуется. Стандарты были заложены во время сборов. Навес от Руслана Лисаковича. Неплохо мяч штрафной удар. И еще один момент в молоко в пустоту. Бутиль спускают гости. Это благодаря Шумахову. Да, да, набежал здорово. Разыграно было классно. Вот как раз-таки те самые стандарты. Мы с тобой говорили уже, Сереж, о том, что стандартное положение, это, как правило, одна из первых бичей, которые наигрывает новый главный тренер в новой, соответственно, команде. Есть большая группа игроков, которые практически на ленточке находятся. Но пошла подача на ближнюю штангу. И Бабурин. Бабурин, мяч перекладина. Да, добивание, может быть, от Олибекова. Это свеча уже. Как-то все застыли, зависли, да, во вратарской. И Бабурин уже смотрел исполненные надежды на то, что мяч в створ, ворот, в сетку не опустится. Стандарты Динамо погружают в оцепенение сегодня черно-белых. Порой так получается. И вскрыть ее сегодня не удалось команде из Махачкалы, не взирая на обилие моментов в первом тайме и несколько интересных шансов в тайме втором.